Волонтеры работали на двух площадках – со взрослыми и маленькими дончанами. Каждый гость мог измерить рост, вес, узнать индекс углекислого газа в организме и проверить свою выносливость. Я с удовольствием уже прошла несколько тестирований. Я познакомилась с тем, что нужно выполнять физические упражнения, хотя, конечно, мы все это знаем, но мы ленимся. Но тут очень доходчиво, очень хорошо мне все рассказали. Ознакомились с солнечным светом, какую пользу приносит. Я была у стенда «Солнечный свет». На аллее здоровья рассказывали о сне и его значимости в процессе восстановления сил, о правильном дыхании. Большая часть советов – простые воплощения. Например, время от времени выходить на улицу и не засиживаться в офисе. Я рассказываю людям о пользе солнечного света. Солнечный свет – это то, что необходимо нашему организму для того, чтобы вырабатывался витамин D и вырабатывались необходимые гормоны, в том числе и серотонин. Еще одна точка мероприятия – детская площадка. Здесь юные ростовчане смогли проверить свою меткость, немного порыбачить и порисовать. Что нужно, чтобы жизнь сложилась? Порой достаточно изменить пару аспектов, добавить физической активности или отказаться от вредных привычек. Ведь благополучие каждого – это картинка из множества маленьких фрагментов. Как рассказала Елена Малышко, главный внештатный нарколог областного Минздрава, одно из самых важных в работе – информирование родителей. Наркомания, как ни крути, имеет молодежный акцент. Мы говорим о здоровье, о том, что не надо употреблять алкоголь и табак. Ну, во всяком случае, родителям рассказываем, что именно с этого, с употребления легальных психоактивных веществ, начинается употребление наркотиков. Солнечное настроение не пострадало. Несмотря на дождливую погоду, акция собрала более 150 человек.